Доброго времени суток, друзья! Сегодня необычный формат, удалённый доступ с работы. Но мы продолжаем с вами встречаться и говорить об очень сложных, но тем не менее очень нужных темах. О чём же сегодня пойдёт речь? А речь сегодня пойдёт об иммунитете. И что я бы хотела сегодня до вас донести, сегодня что хотелось бы чётко понять. Первое. Так же, как и острые респираторные вирусные инфекции, гриппом, мы должны с вами переболеть и проконтактировать с этими людьми. Заболевать будем все, но понемногу. Это правило инфекционного процесса. Пока не образуется иммунная прослойка, мы так и будем с вами болеть. Это первое правило. Второе. Основное, большинство людей должно выжить и создать эту иммунную прослойку. И это, конечно, большой плюс. Поэтому нужно быть к этому просто готовым. Третье. Если посмотреть с точки зрения вируса или с точки зрения любого паразита и микроорганизма, он не заинтересован в том, чтобы убить всё живое, то есть убить своего макрохозяина, ну, в частности, организм человека. Это закон эволюции. И он живёт только за счёт нас, только живёт за счёт живых организмов. И это тоже большой плюс. Четвёртое. Конечно, мы очень сильно уповаем на вакцинацию, то есть на коллективный иммунитет. Но пока вакцины нет, к сожалению. Когда она будет неизвестна. И какой она даст результат, тоже предугадать очень сложно. Поэтому об этом мы сегодня немножко переговорим. Но хотелось бы заострить ваше внимание. Грипп, который у нас идёт каждый год. Эпидемия которого, безусловно, каждый год останавливает и учебные процессы. Даже некоторые медицинские учреждения встают на карантин. И каждый год у нас имеется вакцинация. Мы призываем всех медицинских работников, всё население, собственно говоря, вакцинироваться. Причём заранее. Но потом узнаём, то штамп вируса не тот, то вакцина была не там. Ну, в общем, наши ожидания, как говорится, не совпали с теми возможностями. Поэтому уповать, конечно, на вакцинацию не приходится. Тем более сегодня её ещё и нет, этой вакцины. Поэтому вся наша основная сила будет направлена на укрепление иммунитета. И пятое, о чём мы сегодня должны с вами поговорить и выяснить, о том, что наша основная цель – это при заражении от одного человека к другому организму снизить верленту, то есть снизить контагиозность и заболеваемость этого вируса. И поэтому чем мы с вами будем сильнее, чем будет организм крепче, тем быстрее пойдёт на спад этой эпидемии, этой пандемии. И, собственно говоря, мы без потерь выйдем из этого состояния. На этом, собственно, и основана закон эволюции и теория создания всех живых вакцин. Вот и те темы, которые сегодня я постараюсь осветить. Но, естественно, большинство своего времени я остановлюсь на том, чтобы рассказать о продуктах, которые мы приготовили для вас, именно с позиции укрепления иммунной системы. Итак, с давних времён было известно о том, что даже в периоды эпидемии, пандемии далеко не все люди заболевали, а если и заболевали, и болели, то выживали, несмотря на отсутствие какой-то фармакологии, антибиотиков или на отсутствие прививок. За это отвечает наша иммунная система. Иммунная система – это регуляторная система, от состояния которой зависит как здоровье, так и нездоровье человека и, собственно говоря, полноценных противоинфекционной защиты. Иммунная система выполняет две основные функции. Первая функция – это цензорная, то есть она защищает организм от внутренней и от внешней агрессии. И второе – это регуляторная, то есть функциональная обязанность непосредственно внутренней системы. Первая – это адаптация организма к внешним воздействиям, а дальше участие во всех функциональных и регуляторных системах нашего организма. Она помогает абсолютно взаимодействовать со всеми органами и системами. Я хочу сегодня цитировать уважаемого доктора, практикующего иммунолога, аллерголога с 30-летним стажем, врача-педиатра и, наверное, санкт-петербургские наши коллеги, наши дистрибьюторы и клиенты, возможно, кто-то даже лично знаком с этой удивительной женщиной, это Надежда Венедиктовна Шабашова. Вот ее взгляды и ее позиции очень во многом симпатизируют мне, поэтому я сегодня взяла за основу многие цитаты и многие выражения именно из ее монографии. Очень важно понимать о том, что у нас существует два вида иммунитета. Это врожденный иммунитет и приобретенный иммунитет, то есть адаптивный иммунитет. Врожденный иммунитет – это защитная система немедленного действия. То есть это тот набор защитных механизмов, которые без всяких прививок, без всякого вмешательства в фармакологических средств могут эффективно препятствовать инфекциям, если нет генетических врожденных дефектов. Врожденный иммунитет направлен на немедленное выявление, уничтожение потенциальных инфекционных и неинфекционных угроз. В целом врожденный иммунитет – это генетически стабильный набор механизмов, которые действуют всегда однообразно на любой генетически чужеродный объект, и он не требует иммунологической памяти. Что же относится к этим чужеродным агентам? Прежде всего, агрессоры или антигены, как их называют в медицине – это генетически чужеродные организмы вещества, клетки, микроорганизмы. Иммунная система защищает каждого человека и весь человеческий род в целом от этих агрессоров, чтобы вид не исчез из мира живого. К внешним агрессорам или антигенам относят прежде всего – это патогенные микроорганизмы, это пищевые продукты, это клетки и организмы других видов, например, гельминты. Все они могут нанести непоправимый вред либо в виде болезни, либо даже смерти отдельным индивидуумам, но при этом человеческий род или род какого-то другого живого существа, он не исчезнет. У каждого вида – флоры, пауны – есть своя особенная иммунная система, хотя функция ее и функция всех иммунных систем, да, любых видов, она всегда одинакова. То есть это защита вида. Именно для этой защиты на каждый антиген развивается своя собственная индивидуальная иммунная реакция. То есть реакция иммунной системы – это иммунный ответ. То есть этим самым наша иммунная система охраняет постоянство внутренней среды нашего, ну, внутреннего человеческого организма, то есть его гомеостаз. Или в целом, если сказать, это человеческий вид всего живого. Например, как защищает нас иммунная система от, ну, от каких-либо воздействий, например, от микроорганизмов. Для этого врожденный иммунитет и первая его защита, барьерная защита – это ткани. Барьерные ткани или слизистые оболочки, то есть кожные покровы и слизистые оболочки. Если они полностью здоровы, если они сформированы, не воспалены, не повреждены, они полностью справляются со своей основной функцией, да, со своей защитной функцией. То есть это с условно-патогенными или болезнетворными микроорганизмами, либо какими-то другими контактными внешними воздействиями. Но если эта защитная функция, барьера, то есть кожного покрова или слизистых оболочек по какой-то причине нарушена, то возникают, соответственно, болезни. То есть это нагноение, это воспаление или какие-то уже другие серьезные состояния и заболевания. Буквально в первые секунды, распознав чужеродный агент, то есть чужеродного микроорганизма и других чужаков в клетке, врожденного иммунитета за первые минуты и первые часы они организуют выработку различных антимикробных клеток, антимикробных молекул или веществ, которые могут относиться, это белки острой фазы, это привлекаются лимфоциты к этому очагу, куда проникает этот чужеродный агент, это ферменты начинают вырабатываться, лизоцим, интерферон, секреторный моноглобулин А, белки свертывающей системы крови, антимикробные пептиды и так далее, и так далее, и их очень и очень много. То есть они есть во всех тканях, во всех клетках, во всех системах нашего организма, и они участвуют во всех защитных реакциях на любые внешние или внутренние антигены. Таким образом, факторы врожденного иммунитета, они действуют неспецифически. Они обладают разной антимикробной активностью. Вот, например, для сравнения, что ли, для примера сказать интерферон. Его основное действие – это подавление вирусов или клеток-мутантов, то есть он подавляет их размножение. Если у человека плохо работает система интерферона, то он очень часто будет болеть врожденными, врожденными, прошу прощения, вирусными заболеваниями или простудными заболеваниями. А в более пожилом возрасте это может быть вплоть до того, что есть высокий риск развития онкологических заболеваний. Или другой, например, секреторный иммуноглобулин – это иммуноглобулин А, который прилипает к клеткам слизистых оболочек и препятствует попаданию на них микроорганизмов и, соответственно, развитию инфекции. Вот по такому приблизительному механизму работают вообще клетки нашего иммунитета. В результате вот этой молниеносной реакции любые патогенные микроорганизмы лишаются жизни, разрушаются и удаляются из организма в виде неопасных частиц. Эта реакция при достаточной выраженности препятствует повреждению клеток и тканей организма человека, то есть нет болезней. И в большинстве случаев мы даже не знаем, что на нас была произведена такая атака, потому что наша иммунная система, клетки и факторы вот этого иммунитета, они сработали молниеносно, они сработали адекватно, и в принципе мы не чувствуем никаких болезнекворных или каких-то заболевающих моментов. Если у человека генетически сильный врожденный иммунитет, ему не страшны никакие микроорганизмы. Он не даст им размножаться просто-напросто или вызывать болезни, либо поможет человеку эффективно выздороветь и не погибнуть в случае все же развившегося заболевания. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что иммунитет – это способ сохранения генетического постоянства внутренней среды организма с помощью иммунных механизмов, осуществляемых иммунной системой. Это способ распознать, то есть обнаружить или отличить и уничтожить генетически чужеродные и генетически измененные клетки и вещества, чтобы предотвратить их вредное влияние на организм человека. Ну вот это немного как бы о такой теории, которая существует и которую, в принципе, нужно было как бы рассказать хотя бы на таком кратком примере. И теперь мы переходим с вами дальше. И следующее, хотелось бы сказать два слова об вакцинации, поскольку о вакцинации мы тоже заявили, что будем сегодня говорить. От всех окружающих нас микроорганизмов привиться нельзя, просто невозможно. Хотя бы просто потому, что к ним иммунная система с первых дней жизни должна развивать неотвечаемость, то есть своего рода толерантность. Ну и согласитесь, поскольку большинство микроорганизмов, они вообще помогают нам жить даже в этом мире. Микроорганизмы – это даже необходимые элементы нашего сосуществования и наши эволюционные попутчики. Без микроорганизмов не будет и не существует иммунной системы, но в процессе эволюции и естественного отбора только некоторые представители этого микромира стали нашими сожителями, то есть сожителями нашего организма человека. Ну, например, в желудочно-кишечном тракте, в верхнедыхательных путях, в половой системе и так далее. Это дало возможность закрыть вход патогенным микроорганизмам, то есть патогенной микрофлории. То есть это своеобразный симбиоз макро- и микроорганизмов, то есть такая экологически устойчивая экосистема. Поэтому против всех микроорганизмов, еще раз говорю, прививаться, естественно, нет необходимости. Но тем не менее, возник сейчас новый вирус, вернее, он возник не сейчас, просто о нем сейчас только узнали. И, естественно, все мы уповаем на вакцину, которую вот ждем от коронавируса. Но вакцины, они не всегда работают так, как мы этого хотим. Я опять-таки приведу пример Надежды Венедиктовны, как она смотрит вот на эту систему. Ну вот, например, ветряная оспа, да, или ветрянка в простонародье. Мы все знаем, что ребенок обязательно должен переболеть любыми детскими инфекциями. Желательно, чтобы это было в детском возрасте, иначе это может перерасти вообще в необразимую лавину, и мы не знаем, как дальше будет она развиваться, эта болезнь. Поэтому дети должны все переболеть детскими инфекциями в детском возрасте. Что мы делаем? Мы прививаем ребенка от ветряной оспы в самом раннем возрасте. И тем самым мы сдвигаем срок заболевания в старшие возрастные группы. Что происходит? Если ребенок в детстве мог спокойно переболеть этим вирусом, да, этой ветрянкой, и безболезненно выйти из нее, да, он по температуре, то у него будут высыпания, несколько дней он посидит на больничном везде, и в принципе все, никаких осложнений, никаких остаточных явлений больше не будет. А вот если этот срок двинется в результате этой вакцинации, да, то есть человек начнет болеть в более старшем возрасте, или это вообще перейдет уже на возрастную группу более, даже не подростковую, а более старшую, вот в этом случае, конечно, могут быть серьезные осложнения и остаточные явления после перенесенной витрианки. Поэтому иммунизация, она относительно мало способствовала повышению сопротивляемости инфекции. Не потому, что была неэффективной, нет, она эффективна абсолютно, а потому что снижение смертности наблюдалось именно в тот период, когда уровень охвата иммунизации был достаточно низкий. Ситуация коренным образом стала изменяться при введении государственной стратегии, направленной на выявление случаев болезни и, самое главное, вакцинацию контактов. Вот это очень важный момент. То есть не всего населения в целом нужно вакцинировать, а именно вакцинировать, а именно случаи выявления контактных лиц и групп риска, которые попадают вот под эту вакцинацию и под это заболевание. Конечно, выявить это очень сложно. И сейчас у нас, еще раз повторюсь, нет и вакцины в ближайшее время, этого не предвидится. Как же быть в этой ситуации? Я предлагаю остановиться на самом простом, самым действующем и действенном способе – это укреплять свой иммунитет. И только, что же может вызвать снижение иммунитета? Снижение иммунитета вызывает несколько факторов. И причинами иммунодефицитов прежде всего самые простые и самые лежащие на поверхности моменты. Смотрите, первое – это элементарная нехватка питательных веществ, витаминов и микро- и макроэлементов. То есть так называемое привычное однообразие пищи. Раньше существовало питание сезонное. То есть летом мы ели летнюю пищу, да, то есть большое количество зелени, овощей, фруктов. Зимой мы поедали именно то, что смогли заготовить. Ну, я не знаю, там какие-то корнеплоды, это квашеную капусту и так далее. Соответственно, весной своя была еда, осенью – это то, что нам дали дары природы, именно вот весь этот урожай. Что же происходило? Если мы не следуем этой сезонности и нарушаем этот закон природы, тогда мы нарушаем и другой закон. Мы не даём нашему пищеварительному тракту и разным отделам кишечника просто отдыха. И у нас возникают проблемы, и у нас возникают дисбактериозы кишечника. Мы сейчас готовы и зимой, и летом есть огурцы, помидоры, фрукты, овощи. Они у нас всегда есть в доступе. При этом мы всегда знаем о том, что яблоки уже не содержат там витаминов и железа, лимоны, они не являются источником витамина С. Но при этом всё равно по привычке стараемся приобретать их, стараемся покупать и употреблять круглогодично. Но ещё раз говорю, не зря были придуманы посты, не зря были придуманы вот эти сезонные меню, которые очень сильно помогают человеку и разгружаться, и, соответственно, разгружать наш желудочно-кишечный тракт. Второй очень важный момент причины иммунодефицитов – это малоподвижный образ жизни. Снижение тонуса мышц, повышение массы тела, малая двигательная активность – это все те факторы, которые, естественно, снижают иммунитет. Ежедневно человек должен совершать в среднем от 10 до 12 тысяч шагов. То есть это наша привычная нагрузка, которая должна стимулировать весь иммунитет, давать нам тонус, давать нам поддержку и, соответственно, стимуляцию иммунной системы. Следующий момент – это стресс. Стресс снижает иммунитет. Это уже давно известный факт, к этому, собственно, вы знакомы, и призывы этого слышали неоднократно. Чем чаще и чем дольше человек стрессует, чем чаще он впадает в гнев, в агрессивность какую-то, в уныние, тем глубже и сильнее состояние его болезни. Давайте вспомним нашего вечно неунывающего профессора, уважаемого профессора-кардиолога, доктора медицинских наук Виталия Николаевича Кимова. Он неоднократно своим личным примером и примером, который я сейчас демонстрирую как раз-таки на экране, в научно-исследовательской работе показал, как продукты пчеловодства способны снизить уровень стрессового гормона кортизола. При этом он неоднократно говорил о том, что за один месяц приема апифитопродукции содержание этого стрессового гормона снижается на 22%, что не подвластно на сегодняшний день никаким фармакологическим средствам. А здесь вкусно, полезно, узнаваемо, традиционно и такой еще замечательный, полезный эффект. Еще один момент, который также связан с нашим состоянием характера, это особенности характера. Вот смотрите, психологи, которые работали со спортсменами в Хантамансийском автономном округе, в нашей научно-исследовательской работе, они отметили, что месячный прием апифитопродукции снижает ситуативную тревожность спортсмена на 50%, повышает настроение на 40%, общее самочувствие на 12,7% и снижает заниженную самооценку на 82%. То есть понимаете, какой сильный скачок от приема апифитопродуктов. Если же у человека плохой скверный характер, то есть бывает такое состояние, что по этому поводу говорят психологи? Вот, например, датский врач Йорн Бекман, он изучал влияние психологических факторов на иммунную систему и пришел к такому очень интересному выводу. Оказывается, что скверный характер, упрямство, негибкость характера, негативное отношение к окружающим, злопамятность вдвое, запомните, вдвое снижают сопротивляемость организму. А вот оптимисты, они наоборот, они живут дольше, на 10-20% и дольше способны жить и противостоять любым инфекциям, даже в состоянии эпид-обстановки, в состоянии эпидемии. Под воздействием положительных эмоций в нашем мозге вырабатываются так называемые гормоны счастья, это эндорфины и энкефалины, которые гармонизируют наш организм. Они активируют иммунную систему, в частности иммунные клетки, противостоящие вирусным инфекциям, и способствуют более быстрому исцелению человека. Положительные эмоции даже рекомендуют психологи для людей, которые страдают тяжелыми депрессиями, стрессами. Кроме этого, не забывайте, физиология и анатомия человека, она на этом и построена. Когда человек смеется, когда человек улыбается, у него начинают работать совсем другие мышцы. Одни мышцы расслабляются, другие мышцы, наоборот, начинают сокращаться. И, что самое главное, углубляется наше дыхание, обогащается кислородом кровь. Соответственно, у нас совершенно новые системы начинают задействоваться в этом случае. Очищаются легкие и улучшается работа многих органов и систем. Поэтому обязательно рекомендую, смейтесь от души, смейтесь на здоровье. А вот следующие факторы, наверное, каждому знакомому уже не понаслышке, потому что эти факторы действительно вы могли сами на себе чувствовать. Что? Если человек не выспался, если человек имеет хронический недосып, то, войдя вот в эту неблагополучную ПИД-обстановку, он обязательно заболеет, потому что у него нет сил противостоять этой инфекции, у него нет сил сопротивляться этим инфекционным агентам. Поэтому доказано, что иногда человеку для того, чтобы просто поправиться, нужно хорошенько отоспаться в спокойной обстановке, в уютной обстановке, в прохладной комнате, и сразу же все пойдет на поправку, сразу же человек пойдет на выздоровление. Поэтому еще раз говорю, что сон, он для каждого человека очень и очень важен, и он может также быть причиной иммунодефицитных состояний. Еще один момент, это неконтролируемый прием лекарственных препаратов. Вот у нас народ, он приучен таким образом. Все мы сейчас заинтересованы в том, чтобы сохранить свои рабочие места. Все мы заинтересованы в том, чтобы не прерывать свой рабочий стаж. И бывает зачастую такая ситуация, когда мы заболеваем и не уходим на больничный лист. То есть мы не уходим на то, чтобы дома отлежаться, восстановиться, переполеть и, соответственно, поправить свой иммунитет. Мы первым делом бежим до ближайшей аптеки, покупаем какие-то известные нам или неизвестные препараты, антибактериальные средства, чаще всего противовирусные препараты, и начинаем их кушать. Вот именно таким образом, то есть кушать. Когда мы учились в институте, у нас на курсе хирургии, на курсе реаниматологии был один резервный препарат. Я даже не буду сейчас о нем говорить. Ну, то есть это была резервная группа антибиотиков, которые оставляли на случай, когда человек находится между жизнью и смертью. И этот препарат обычно давался трехкратно для того, чтобы человека поставить в буквальном смысле на ноги. Что же я вижу сейчас? Буквально прошло, ну, не больше, чем там 10-20 лет, и на сегодняшний день этот антибактериальный препарат, он стал уже нормой для приема детьми. То есть мы даже детям в самой банальной ситуации какой-либо бактериальной инфекции мы начинаем давать эту резервную группу. Этим самым мы оголяем свой иммунитет, мы оголяем свои защитные силы. Если в течение жизни у нас возникнет такая неблагополучная обстановка, когда мы действительно будем стоять между жизнью макромиром и микромиром, то могут, к сожалению, победить вот эти патологические микроорганизмы, поскольку мы не сможем с ними бороться за счет того, что наш организм уже не имеет той чувствительности к этим антибактериальным препаратам. И, соответственно, здесь уже будет выбор не в нашу пользу. Поэтому не увлекайтесь чрезмерно этой антибиотикотерапией, этими лекарственными препаратами. Лучше на один-два дня дольше полежать, протемпературить, пропотеть и принимать какие-то народные средства, чем вот потом в течение жизни расплачиваться за свое вот такое кратковременное малодушие. Ну и, соответственно, здоровье-то, конечно, не добавляет любой фармакологический препарат, и очень часто это заканчивается, естественно, дисбактериозом кишечника. Так вот, нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта, она критически важна для созревания, формирования и нормального функционирования иммунной системы. Дисбактериоз, он снижает потенциал врожденного иммунитета, приводит к иммунодефицитам, развитию болезни, повышенной чувствительности к банальным вирусам, к банальным бактериям, и частые ОРВИ, хронические воспалительные заболевания разной локализации, это, как правило, сопутствующие уже спутники жизни этих людей. Поэтому вот это основные причины иммунодефицитов, которые вы можете сами остановить у себя, которые вы можете сами поправить. И, соответственно, если вы выявите эти причины и сможете их ликвидировать, то и ваша иммунная система, она сама будет восстанавливаться, и она сама пойдет на поправку. Чем же мы можем помочь нашей иммунной системе вот в условиях этих иммунодефицитов или в условиях сложившегося сегодняшнего карантина? А мы сейчас с вами будем говорить об адаптогенах высокой эффективности, к которым относятся продукты пчеловодства. Большинство АПИ-продуктов, они сами по себе являются самостоятельными продуктами с выраженными оздоровительными, профилактическими и даже в некоторых случаях лечебными свойствами. В других случаях мы помогаем продуктам пчеловодства и делаем из них композиции, то есть компонуем их, либо между собой для усиления того или иного эффекта, либо их усиливаем действия за счет пито-компонентов, которые точно так же будут усиливать этот профилактический, оздоравливающий и терапевтический эффект продуктов пчеловодства. И о первом продукте, о котором бы и мне хотелось сегодня сказать, это, конечно, всеми любимый, узнаваемый продукт, это также визитная карточка компании Тенториум, это дрожжи Тенториум Плюс. Как мы видим, в состав этого дрожжа входит цветочная пыльца, прополис и воск. То есть это основные, известные самые продукты пчеловодства. Если говорить о цветочной пыльце, то прежде всего хотелось бы сказать, что это белково-липидный корм для пчелы. Она содержит все незаменимые аминокислоты, агумины, глобулины, также содержит полиненастыщенные жирные кислоты, богатый витаминный комплекс, лаваноиды, минералы и гормоноподобные вещества. Что же делать цветочная пыльца или дрожжи, из которой состоит, собственно говоря, в составе которого основном это является цветочная обножка, то есть ее биологические эффекты. Прежде всего, она поддерживает активность иммунной системы. Это продукт, который содержит ферменты, ДНК-редуцирующие нуклеазы. Это вещества, которые способны поддерживать и восстанавливать поврежденные участки ДНК, генетического кода до нормы. А это значит, что снижается количество мутантов и потенциально опасных клеток. Дрожжи Тенториум Плюс показано детям из группы дети, часто болеющие, поскольку является неспецифическим иммуномодулятором и адаптогеном. Я думаю, что многие из вас, кто принимали и кто давали своим детям этот продукт, они уже этот эффект на себе и, собственно говоря, на своих детях увидели. Кроме этого, он положительно влияет на при таких состояниях, как стрессы, и поэтому является антистрессовым, то есть обладает этим антистрессовым эффектом, используется при неврастении, укрепляет капилляры и улучшает микроциркуляцию в сосудах головного мозга. За счет эффектов пыльцы или пчелиной обножки можно и может активироваться защита клеток от хронического вирусного инфицирования. Поэтому не забывайте про этот продукт и в тот момент, когда у вас имеется заболевание какое-то и вы начинаете болеть, обязательно подключите этот продукт вот именно для того, чтобы свою иммунную систему немножко подстегнуть и помочь ей преодолеть вот этот инфекционный барьер. Сегодня не могу не сказать о группе риска для людей в связи вот с создавшейся ситуацией с коронавирусом. И мы слышим об этом неоднократно и средства массовой информации о том, что в группу риска попадают прежде всего дети, попадают пожилые люди старше 65 лет и люди с хроническими сопутствующими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и бронхолегочной патологии. Поэтому сегодня мы постарались подобрать набор продуктов в компании Тенторио именно с тем, чтобы еще и дополнительно защитить вот эти две основные системы. То есть сердечно-сосудистая и бронхолегочная основные системы. Итак, следующий продукт и следующий эффект, о котором мы будем с вами говорить. Ну, что там? Это влияние цветочной пыльцы и ее биологические эффекты на сердечно-сосудистую систему. Что мы видим? Что цветочная пыльца, которая содержится в драже Центуриум Плюс, она стабилизирует липидный обмен, снижая уровень холестерина на 20% и 3 глицеридов на 50%, укрепляет капилляры, улучшает микроциркуляцию в сосудах головного мозга, способствует нормализации ритма сердца, то есть оказывает кардиотомическое действие. Поэтому рекомендовано для профилактики и в комплексном лечении заболеваний сердца. Не забывайте про это. Поэтому делаю еще раз акцент на этот продукт. Следующий продукт, он является альтернативой драже Центуриум Плюс, то есть тоже самостоятельный продукт, это драже хлебина. Мед, пыльца, то есть пчелинные обножки, в результате накопления молочной кислоты и гибель микроорганизмов превращается в пергу или в хлебину. Она легче усваивается организмом, оказывает выраженное цитотоксическое действие на патологические клетки, быстро повышает число эритроцитов, гемоглобина, нормализует количество лейкоцитов, то есть формулы крови, лейкоформулы крови, белых и красных кровяных телец, а также активизирует синтез собственных гормонов, антител, витаминов и херментов организма. Способствует снижению концентрации холестерина в крови, причем в несколько раз сильнее, чем пыльца, естественно, является перспективным продуктом для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Богато аминокислотами, витаминами, херментами, не продуктами молочно-кислого брожения, которые обладают высокими антинекробными свойствами. Поэтому ее можно еще также использовать в качестве профилактики при заболеваниях, например, при дисбактериозах кишечника или каких-то других сопутствующих заболеваниях. Но об основных мы уже сказали. Если сейчас постараться вот эти два продукта сложить вместе, поскольку они относятся к одной группе, это цветочная пыльца и перга, и перечислить биологические эффекты именно на иммунную систему, то, пожалуй, они будут сформулированы в виде трех основных эффектов. Прежде всего, это иммунотропное действие за счет того, что активизируется клеточный иммунитет, причем активность перги будет в два раза сильнее, чем пыльцы. Также обнаружена стимуляция фагоцитарной активности нейтрофилов и увеличение количества и активности Т и Б лимфоцитов, а также увеличивается содержание Т-хелперов, то есть это наши помощники и защитники иммунной системы против любых патологических агентов, то есть любых агентов вирусных, бактериальных или каких-либо других. Иммунотропное действие цветочной пыльцы и перги тесно связано с их анаболическим и адаптогенными эффектами и в основном определяется их белковым составом. А мы с вами переходим дальше к следующей теме и к следующему продукту это продукт медовая композиция Апиток. В состав этого продукта входит три основных компонента. Это мед, маточное молочко и прополис. Я хочу посмотреть демонстрацию. И об этих как раз трех продуктах я бы и хотела остановиться очень-очень коротко. Итак, мед прежде всего питает и восстанавливает клетки иммунной системы за счет содержания в нем витаминов, микроэлементов, полезных сахаров, которые не требуют ферментации в нашем организме, органических кислот и плаваноидов. Эти же вещества улучшают работу печени, нормализуют окислительно-восстановительные процессы. Сам мед приводит к этому улучшению печени, ускоряет лимфа и кровоток и способствует уведению токсических веществ из организма, а также облегчает и активирует работу основных систем, такие как иммунная система, нервная система, эндокринная система, ну и в целом всех других систем организма. К тому же мед он очень легко усваивается, успокаивает и при этом повышает тонус и работоспособность человека, а следовательно оказывает антистрессовое действие и улучшает сон. Вторым компонентом медовой композиции это является маточное молочко. Это секрет специальных желез пчел-кормилец, которые предназначены для первичного скармливания личинок пчел, а также матки в ее период репродукции. Полноценный продукт, который содержит более 400 компонентов, это белки, это различные аминокислоты, жирные кислоты, сахара, минералы, гормоны, витамины, микро- и макроэлементы, то есть практически спектр этот можно продолжать. Это природный уникальный биостимулятор организма, это тонизирующее вещество, которое укрепляет иммунную систему за счет нормализации обмена веществ в клетках, в тканях и в костном мозге. Маточное молочко позволяет и улучшает гормональный баланс, а также капиллярный кровоток и тонус сосудов. Ферментативная активность в организме человека, снижает уровень холестерина, активирует и улучшает взаимодействие иммунной системы, нервной системы, эндокринной системы и улучшает приспособительные функции организма. Третьим компонентом недовой композиции является прополис, природный безопасный на боли, который действует практически против многих известных патогенных микроорганизмов, вирусов, бактерий, грибков. Мы о нем сегодня будем говорить чуть позже, поэтому я здесь только очень кратко остановлюсь и хотелось бы резюмировать. В целом, если говорить об этих трех продуктах, вот о мед, маточное молочко и прополис, собранный в одной композиции, медовой композиции питок, то что же сделают эти три продукта в одной банке, которая очень ценна? Прежде всего, она будет улучшать работу иммунной системы через обменные процессы за счет анаболического действия, улучшать работу нервной системы и эндокринной системы за счет адаптогенно-приспособительного эффекта, стабилизацию мембран клеток, образование клеток в костном мозге, оказывать антиоксидантное регенеративное противовоспалительное действие, оказывать антимикробный противовоспалительный эффект, антиоксидантный эффект, который будет также реализовываться через активацию во многом иммунной системы, улучшать функции перистальтики кишечника, все эти продукты и все эти компоненты, они являются ценными питательными компонентами, а питок, он способен очищать организм от токсинов и ядов, нормализовать обмен веществ, в целом укреплять иммунную систему, поэтому возьмите на вооружение этот продукт, и я думаю, что при любых воспалительных вирусных бактериальных инфекциях он будет очень хорошим нам помощником, поэтому любые заболевания, неважно, сердечно-сосудистая система, легочная система, это может быть заболевание почек, поджелудочной железы, длительный прием лекарственных препаратов по какой-то другой причине, это могут быть остроинфекционные заболевания, сахарный диабет или какие-то другие заболевания, но этот продукт он будет оказывать и будет находить свою точку приложения именно для улучшения работы иммунной системы и в целом по оздоровлению вашего организма. Как же работает этот продукт у детей? Вообще медовые композиции, вот особенно с прополисом и с маточным молочком, они были исследованы на кафедре педиатрии Рязанского государственного медицинского университета и рекомендованы были при выхаживании новорожденных, особенно если это ребенок родился раньше положенного срока, при состояниях, связанных с умственными и физическими перегрузками, при эпидемиях любых респираторных вирусных инфекций, при нехватке и дефиците массы тела, при иммунодефицитных состояниях, любой этиологии и любых причин, которые привели при иммунодефицитах, при нарушении кальциевого обмена, при заболеваниях нервной системы, периферической нервной системы и при дисбактериозе у детей первого года жизни, поскольку в меде и в маточном молочке содержится высокая концентрация витамина В5, которая как раз таки является основным компонентом, запускающим вот этот дисбактериоз у детей первого года жизни. Следующий продукт совершенно уже из другой области это новый продукт относительно новые продукты, которые также любят наши дистрибьюторы и клиенты бальзам и пихи. В составе этого продукта входит два основных компонента это китозан пчелиных пчелиных и водные экстракты, СО2 экстракты в пихте сибирском. В 2001 году на Акимонде в ЮАР в Дурбане этот продукт получил серебряную медаль за технологию получения совершенно нового на тот момент продукта пчеловодства это китозана из пчелы, из пчелиных. Чем же этот продукт интересен и в чем его уникальный состав. Прежде всего я хотела бы сказать, что китозан это поверхностный покров пчел, современный продукт пчеловодства получаемый при сложной биотехнологической переработке пчелиного подмора. В результате вот и получается этот китозан или как мы его ласково еще называем иногда апизан. То есть сложный херментативно-химический путь. Основные действия этого продукта прежде всего он его вот уникальная способность адсорбировать, связывать и выводить из организма вредные компоненты. То есть здесь вот все, что является агрессорами, то есть то, что мы с вами говорили, антигены, любые антигены, все патологические компоненты, микроорганизмы, вредные пищевые продукты, то есть все, что является ненужными для нашего организма, как раз таки китозан в этом продукте способен адсорбировать, связывать и выводить из организма. Он улучшает дренажные свойства, то есть способность к очищению лимфатической системы. А мы знаем, что, например, онкоклетки, они как раз-таки перемещаются в нашем организме не по кровеносной системе, а именно по лимфатической системе. И вот здесь вот эта лимфатическая система, она является как бы способом противостоять, то есть как бы барьерами и фильтрами, за счет чего поддерживать и не давать развиваться этому заболеванию. Третий его эффект – это стимулирование роста полезной микрофлоры кишечника. И это также очень важный момент, потому что мы знаем, что дисбактериоз, он приводит к иммунодефицит и запускает ослабление иммунной системы в целом. Он угнетает рост патологических микроорганизмов и вирусов, стимулирует местный иммунитет кишечника и иммунитет в целом. То есть когда мы употребляем этот продукт внутрь, он попадает в кишечник, ну, через желудочно-кишечный трактинс, пройдя, попадает в кишечник и укрепляет именно там, стимулирует местный иммунитет, а затем уже иммунитет в целом. Поэтому применяется как безопасный иммуномодулятор. Кроме этого, он способен регулировать кислотность желудочного сока и уровень pH крови. Вот здесь вот очень важный момент, на котором я всегда останавливаю ваши, застряю ваше внимание. Уровень pH крови – это наша буферная система. Именно при определенном состоянии буферной системы у нас способны размножаться наши помощники, о которых мы сегодня говорили. Это Т-боли-фацеты, Т-хелперы и так далее. То есть это те компоненты иммунной системы, которые вступают в первую защиту, если возникает какая-то атака на наш организм. И чем у нас будет больше этих компонентов, чем будет сильнее наша иммунная система, и тем, соответственно, наша сопротивляемость к этим клеткам и к этим агентам, она будет на порядок выше. Совершенно новые интересные данные, которые мы получаем из средств массовой информации, вот буквально в Варшаве 4 апреля, мы получили новое предложение, и новое, вернее, даже его предложением-то нельзя назвать, потому что польские ученые предложили средства, которые снижают активность коронавируса. И если посмотреть, то что мы видим? Исследователи считают, что их разработка – это многообещающий первый шаг на пути к изобретению лекарства. Изобретение представляет собой химическое соединение под названием HAPI-IS-IS. То есть полимерное соединение было создано на основе хитозана, полученного из креветок и грибов. Исследователи показывают, что этот полимер связывается с белком, который образует коронавируса и блокирует его взаимодействие с рецептором клетки, как следствие с вирусом, попадающим в эту клетку. Мы связались с нашим коллегой, с президентом российского хитиного общества, это Валерий Петрович Варламов, который подтвердил достоверность информации этой, то есть то, что это не фейковая статья, о которой сейчас очень много сбрасывают в различные источники строительства массовой информации. Это действительно достоверные статьи. И более того, Валерий Петрович сказал о том, что в 2019 году в Японии он на одной из конференций, которая была проведена там, показывал и рассказывал об активности хитозана в отношении различных вирусов. Ну вот, в частности, сегодня эта статья, она получила свое продолжение, и будем, собственно говоря, следить за тем, какие идут разработки уже в России по исследованию дальнейшего хитозана. Сейчас эти работы продолжаются. Но мы с вами переходим к еще одному продукту, это бальзамы Эпи Ви и продукт номер 3. И остановимся и скажем несколько слов о прополисе. На сегодняшний день прополис состоит более чем из 200 соединений. И если посмотреть нативный прополис, то есть каков его состав, то мы увидим, что это натуральное смолистое вещество, которое содержит более 50% смол и бальзамов, до 25% плавоноидов, это растительных активных компонентов, а также веществ, которые вырабатываются, собственно говоря, самими пчелами, это секреты слюных и мандибулярных желез, то есть более 30% воска, эфирных, ароматических масел, также содержат около 5% цветочной пыльцы, но и других субстанций, это потанциды, минеральные дубильные вещества, ну и какие-либо механические предусы, которые также содержатся в нативном прополисе. Для выполнения защитной функции прополиса важным считают его множественных компонентов. Именно поэтому долгие годы, применяя прополис, мы можем быть гарантированы, что микроорганизмы, патологические микроорганизмы не приспосабливаются к прополису, и они будут точно так же погибать под его воздействие. Но при этом наша сопротивная флора, то есть наши условно-патогенные микроорганизмы, с которыми мы живем вместе, сосуществуем с этим микромиром, они не будут никак нарушены, то есть они продолжат будут существовать и жить и развиваться. Хотелось бы перечислить самые важные свойства и биологические эффекты прополиса. Это прежде всего противовоспалительный, противовирусный, антибактериальный, иммуностимулирующий, антиоксидантный и регенерирующий свойство, то есть то, которое вы уже слышали, неоднократно знаете. А вот о некоторых эффектах влияния на иммунитет я хотела, конечно, остановиться немножко более подробно, поскольку мы на них как бы не останавливались прямо вот так вот детально. Итак, прежде всего, прополис повышает специфический иммунитет, то есть это выработка антител на какой-то патологический агент и неспецифический, то есть усиляет фагоцитоз, усиляет висветочный иммунитет и так далее. И все, что я вам рассказывала в самом начале сегодняшнего вебинара. Как и все остальные продукты пчеловодства, он стимулирует гипофизарно-надпочечниковую систему, стимулирует синтез выработки адренокортикотропных гормонов и кортикостероидов, что является одним из факторов повышения неспецифической резистентности нашего организма. Плавоноиды прополиса, которых практически четверть содержится в нативном прополисе, они участвуют в метаболизме аскорбиновой кислоты, это витамина С, которая повышает общую неспецифическую сопротивляемость организма при различных вирусных инфекциях. Ну и также набор микроэлементов прополиса, они абсолютно разные, они абсолютно имеют большой спектр, это один из важнейших факторов иммуногенеза, потому что, например, мы знаем, как цинк и кобальт, они, например, являются одними из важнейших вот этих факторов созревания и синтеза иммуногенеза. Поэтому несколько слов о продуктах, это водный экстракт прополиса, да, или нами всеми любимый кивит, который обладает противогриппозным действием, то есть у него есть этот компонент, и он демонстрирует, что активные компоненты водного экстракта прополиса, это коричные кислоты, они как раз обладают этим противовирусным эффектом. Кроме того, при использовании этого продукта внутрь и наружно, он будет эффективен для профилактики рецидивирующих острых и спиратурных вирусных инфекций, особенно у детей, часто и длительно болеющих, и усиливает местный иммунитет. Если говорить об этом продукте, то я хотела бы еще раз остановиться на нашей работе, которую мы проводили в научно-исследовательской работе, которую мы проводили в Хантамансийском автономном округе, и показать, что уровень иммуноглобулина G, это маркер нашего иммунитета, с приемом аппетита продукции, с каждым месяцем он только усиливается. Посмотрите, после одного месяца прирост его составляет 5,6%, а уже через два месяца этот прирост практически вдвое, то есть 10,6%. То есть чем дольше мы принимаем эти продукты пчеловодству, то сильнее и кремче у нас иммунная система, потому что растет этот уровень иммуноглобулина G, частности. Хотелось бы еще раз напомнить о том, что продукт достаточно сложно производимый, требует определенных условий, его невозможно приготовить в домашних условиях, экстракция его происходит из нативного сырья, определенным способом и методом, о которых мы вам неоднократно рассказывали, даже снимали видеоролик по этой теме. Содержание водораспоримых веществ прополисе в водном экстракте прополиса достигает 15%. Действующими компонентами являются гидроксикоричные кислоты, это фероловая, кинокумаровая, розмариновая кислота. Как развести эти два продукта, о которых мы сегодня будем говорить? Есть водный экстракт прополиса и киеви, есть продукт номер 3. Так вот я бы предложила водный экстракт прополиса принимать относительно здоровым людям, то есть без какой-то хронической сопутствующей патологии, то есть детям для профилактики вирусных и бактериальных инфекций взрослым, которые, молодежи особенно, подросткам, которые не имеют еще, скажем, в своем анамнезе такой огромный багаж по вот этим хроническим заболеваниям. Поэтому для профилактики им будет достаточно вот этого сильного, мощного противовирусного эффекта и для стимуляции иммунной системы. А вот второй прополисный продукт, это продукт номер 3. Если мы посмотрим сейчас на слайд, демонстрацию слайда, то мы увидим, из чего он получается. То есть это спиртовый экстракт, который является источником флавоноидных соединений флавонов и флавонолов. Затем это водный экстракт, то есть источником активных компонентов являются эти коричные кислоты, о которых мы с вами уже сказали. Происходит их смешивание, ну это очень образно я вам говорю, да, выпаривание спирта, концентрация его повышается и он превращается в продукт номер 3 и с уже заданными, объединенными вот этими активными компонентами и с той, и с другой фракцией. Поэтому эффекты от применения этого продукта, они в несколько раз сильнее, выше и эффективнее. Это безалкогольный продукт, прополис, его можно использовать и детям, и взрослым, и людям, и водителям, с любыми видами профессий для укрепления иммунитета в период эпидемии и восстановления после перенесенных заболеваний. Но я сегодня делаю акцент именно тем людям, это пожилые люди, это люди, которые имеют в своем багаже хронические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, бронхолегочные заболевания, заболевания почек, заболевания печени, таких либо других органов и систем. Поскольку, еще раз говорю, очень важно сейчас нам сохранить вот этот актив этих людей и поддержать их максимально в период вот этой эпидемии, в период пандемии от коронавирусной инфекции. Еще один прополисный продукт, это биологически активная добавка к пище прополис С. Он представляет собой крахмал в качестве носителя, пропитанный спиртовым экстрактом прополиса, также смешанный с глюкозой, пектином и аскорбиновой кислотой, то есть витамином С. Основными действующими компонентами этого продукта остаются экстракт прополиса и витамин С. Мы проводили исследование в Центре питания Российской Академии Медицинских Наук по суммарному содержанию антиоксидантов. И как вы видите сейчас на демонстрации этого слайда, мы видим из таблицы, что прополис С превосходит в такие известные антиоксидантные вещества, как клюква, как рябина черноплодная, брусника, зеленый чай, лимоны, о которых сейчас так много говорят. Поэтому максимальное содержание в этом продукте активных компонентов, флавоноидных соединений, они, конечно, позволяют его рекомендовать в нынешней ситуации. Одна чайная ложка обеспечивает 23% необходимой суточной нормы потребления витамина С и 40% под рекомендуемой нормы потребления флавоноидов, то есть флавонов и флавонолов. Поэтому продукт очень интересный, продукт очень востребованный, продукт очень полезен, особенно утром, когда его принимаете, разводите горячей водой, и он превращается в виде киселеобразного такого состояния, обволакивает слизистую оболочку желудка, и вот именно там еще будет работать и оказывать свое местное иммуностимулирующее действие, то есть усиливать как раз-таки местный иммунитет и, соответственно, усиливать уже и общий иммунитет. А вот о следующих двух продуктах мы с вами не говорили очень давно, но, тем не менее, считайте, продукты на сегодняшний день будут одним из востребованных продуктов. Это бальзам Тентуриум Адаптиф и бальзам Аси. В составе этого продукта, вот Тентуриум Адаптиф, входит водный экстракт прополиса, экстракт Мунио и экстракт Элеутаракока. Он является источником гуминовых кислот, это из Мунио, которые получают, Элеутаразидов из Элеутаракоков и гидроксикоричных кислот из водного экстракта прополиса. То есть такая квинтэссенция самых основных продуктов, которые обладают именно иммуномодулирующими свойствами. Мы все прекрасно знаем, что стимуляция факторов естественной сопротивляемости организма и повышение иммунитета – это как раз-таки это Элеутаракок, это Мунио и это прополис. Именно в одном продукте мы собрали эти три основные активные единицы, три основные позиции для того, чтобы сохранить, укрепить и, собственно говоря, восстановить наш иммунитет и нашу сниженную иммунную систему. Является мягким и природным адаптогеном, повышает выносливость, особенно в условиях стресса, не истощая иммунную систему, как некоторые фармакологические препараты делают. Поэтому этот продукт нужно применять достаточно долго, и он имеет, собственно говоря, накопительный эффект. То есть чем дольше вы его принимаете, тем эффект будет сильнее от этого продукта. А вот следующий продукт – это концентрат Асиль, который нужно добавлять в любые ваши напитки принимать. В составе у него имеется глюкозофруктозный сироп, экстракт мумио и также растительный адаптоген – это элеоторакол. Он будет оказывать естественные тонизирующие, общепрепляющие эффекты на организм человеком. И мы его чаще всего используем и применяем в восстановительном периоде после перенесенных заболеваний, после хирургических вмешательств, а также здоровым людям, относительно здоровым людям для снижения риска иммунодефицитных состояний. Если посмотреть его состав, то он является источником гуминовых кислот, которые являются и получаются из экстракта мумио и элеоторазидов – из растительного компонента элеоторакока с целью стимулирования факторов естественной резистентности к иммунитету. Поэтому не забывайте про эти совершенно уникальные продукты, которые принимаются практически один раз в день. У них имеется небольшая такая особенность, особенно вот концентрат осей. Когда вы его будете применять, обязательно следите в первое особенное время за артериальным давлением, поскольку у элеотораков у части населения он может вызывать небольшое повышение артериального давления. Но со временем этот продукт, как растительный компонент, он не будет постоянно повышать, давать скачки этого артериального давления. И в последующем вы нормализуете это состояние. Еще один продукт, совершенно уникальный, на котором также не могу не остановить и застрить ваше внимание, это формула РАМ, в состав которой входит экстракт пчелиные огневки, цветочная пульса, прополис и нёг. Компания Тентуриум в своем арсенале имеет помимо водо-грязи лечебницы, то есть это курорт Тентуриум СПА, имеет завод Тентуриум Рула, и еще имеет ферму по выращиванию восковой моли. Главная особенность этого ценного материала, собрать его именно в тот период, когда личинки синтезируют основной компонент, а это фермент церазум. Если этот момент пропустить, то, собственно, из ценного материала вы получите обычный биоматериал, ничего в нем особенного не будет. То есть как только эти сроки будут нарушены, то есть и ценность основного продукта, то есть дрожжи формулы РАМ, она также будет нарушена, пропадает эти свойства. Поэтому компания Тентуриум гарантирует качественный исходный материал и, соответственно, качественный продукт с заданными свойствами. Какие же именно свойства и эффекты подвластны пчелиной огневке? Прежде всего, нужно сказать, что она влияет на легочную систему. Фермент цераза, он способен расщеплять воск и воскоподобные вещества, оболочек болезнетворных, в том числе туберкулезных микроорганизмов. Поэтому рекомендовано для профилактики и комплексного лечения любые бронхолегочные заболевания, но и, естественно, туберкулеза лёгких без этого никак невозможно. Мы проводили исследования и с этой научно-доказательной базой мы вас знакомили. Первые наши результаты были получены в 21-й клинической больнице города Перми. И доктор-физиатр Ринат Рафаилович Шамбазов работал с нашими продуктами. А вторая клиническая база была под руководством Ирины Георгиевны Аксёновой, кандидата в социологических наук, на базе уже Хантамансийского автономного округа. Поэтому достаточно широкий охват был населения с помощью продуктов пчеловодства. И вот основным продуктом это, конечно, была и остаётся драже формула РАС экстрактом пчелиной огнёвки. Хотелось бы ещё остановиться вот на каком материале. Это последние публикации, которые мы получаем. Еженедельный американский журнал «Стайнс» сообщает, что учёные четырёх стран намерены проверить эффективность вакцины от пуберкулёза БЦЖ против вируса COVID-19. Ранее датские учёные заявили, что БЦЖ предотвращает практически 30% случаев заражения любым известным патогеном, включая вирусы в первые годы введения её человеку. БЦЖ достаточно эффективная вакцина, она требует всего лишь одной инъекции. В России эту вакцину ставят каждому новорождённому, так как риск у нас продолжает всё равно оставаться достаточно великий. А вот в странах и в Европе, и в других странах её практически не практикуют. Но это лишь предположение учёных, которые сейчас ищут различные пути и выходы. Но я бы хотела предложить этот продукт даже не с целью профилактики туберкулёза лёгких. Конечно, это всё остаётся, эти свойства не так же будут у этого продукта. После перенесённых вирусных инфекций очень часто точкой приложения, то есть критической точкой, остаются лёгкие. И мы знаем, что при COVID-19 это точка критическая, это наши лёгкие, то есть это пневмония, вирусная пневмония. Так вот, если применять этот продукт, который работает в бронхолёгочной системе, и после перенесённых уже этих вирусных пневмоний, когда остаются вот эти фиброзные элементы, фиброзные ткани, то я думаю, что это будет существенная помощь нашим лёгким, и он будет проявлять там максимальную активность и защиту. Поэтому возьмите на вооружение этот продукт для себя и для своих клиентов и близких. Также, опять-таки, подчёркиваю, акцентирую ваше внимание, влияние пчели на огнёвки и дрожжи формулы рано-сердечно-сосудистой системы, да, то есть это также группа риска. Продукт снижает уровень артериального давления в среднем на 12%, препятствует трубцовым изменениям миокардам, вызывает рассасывание и замещение сократительной мышечной ткани, ну и предупреждает возрастные изменения сосудов. Поэтому рекомендовано для профилактики и комплексного лечения кардиоваскулярных рисков. Сочетание цветочной пыльцы, экстракта, личинок, членной огнёвки позволяет усилить ещё и антианомические свойства. Этих двух составляющих за счёт стимуляции синтеза форменных элементов крови, такие как эритроциты, тромбоциты и повышение уровня гемоглобина. А полноценное насыщение кислорода тканей и клеток это, естественно, залог выздоровления. Поэтому обратите внимание, ещё раз призываю вас к этому продукту. Вот этот слайд, он вообще очень впечатляет меня и он вообще является показательным, собственно, является в кинтесенции всей той работы, которая была проведена начиная с 2012 года. Это очень статистически впечатляющие данные, которые мы получили от руководителя нашей научно-исследовательской группы, кандидата социологических наук Ирины Георгиевны Аксеновой. То есть результаты по медико-социальным показателям. Я взяла только три основных показателя. На самом деле их гораздо больше, но к сегодняшней теме вебинара меня вдохновили эти цифры. Смотрите, за время, когда спортсмены принимали продукты пчеловодства, и вы их видите на экране, это практически те же самые продукты, та же самая программа, которая использовалась у детей, среднее количество дней нетрудоспособности у одного спортсмена снизилось на 26%. Заболевания у РВИ и грипп в течение года снизились на 46%, то есть в два раза практически. А общее количество дней нетрудоспособности у всех спортсменов снизилось на 60%. Это ли вам не результат, это ли вам не показатель того, как работают продукты пчеловодства. То есть те, кто хотел увидеть это, те, кто хотел услышать, те, кто хотел поверить в это, он поверил и начал работать. Но он получил вот эту доказательную базу. Поэтому я еще раз призываю вас к тому, чтобы внимательно присмотреться к продуктам пчеловодства, рассказать об этих продуктах пчеловодства. Возможно, заглянуть в тем вебинары, в те презентации, которые мы до этого вам показывали и рассказывали о результатах научно-исследовательской работы в ХМАО, чтобы наших с вами обращений и наших с вами заболеваний было в 2-3-4 раза меньше, чем мы сегодняшний день имеем. Ну и пришло время рассказать о новинках, которым в самом начале года вас компания Тентуриум в связи с определенными обстоятельствами надеюсь, очень сильно порадует. Буквально со вчерашнего дня компания Тентуриум запустила в интернет-магазин это гель для рук с противомикробным эффектом Апи Септик. То есть двойная защита от приема экстракта прополисом и спиртом. Вот этот продукт, он у меня уже есть, я уже его положила к себе, в сумку, то есть его уже использую, когда выхожу в магазин, обязательно свои руки обрабатываю этим продуктом. Особенности этого продукта в чем заключены? Он защищает кожу в любых условиях, в транспорте, на работе, в путешествиях, в общественных местах. Предназначен для эффективного очищения и дезинфекции кожи рук. Подходит для многократного использования в течение дня. Очень важно, что не требует смывания. То есть вы его наносите, он не оставляет на липкости на коже, но при этом после нанесения оставляет на коже защитную пленку. То есть тоненькую, как перчатки. Очень приятный аромат, аромат прополиса, очень стойкий, очень ощутимый во внешней среде. Продукт предназначен для семейного потребления и удобен для применения. Не сушить кожу рук, если нанести его небольшое количество на руки, тщательно растереть до полного высыхания. Это первый продукт, который уже есть в интернет-магазине, вы можете его использовать, вы можете уже его заказывать. И второй продукт, который мы ожидаем в ближайшем будущем, по многочисленным просьбам наших дистрибьюторов, наших клиентов, тех, кто с нами уже достаточно давно являются большими нашими приверженцами, это жевательный воск с прополисом и с экстрактом имбиря. Натуральное средство гигиены полости рта на основе прополисного воска и экстракта имбиря, который обладает противовоспалительными антибактериальными свойствами. Вот говоря об этом продукте, я хотел бы также остановиться и несколько слов сказать о сырьевой базе. В процессе переработки нативного прополиса, например, для изготовления водного экстракта прополиса эфири, у нас вытапливается прополисный воск, и он всплывает на поверхность, который пропитан, этот прополисный воск, всеми активными жирорастворимыми компонентами прополиса. Это фитонциды, это биофлавоноиды, это жирорастворимые витамины, это эфирные масла. Именно это прополисный воск и стал основой для создания этого продукта. Прополисный воск дезодорирует, обезвреживает ротовую полость, освежает дыхание, а имбирь поддерживает наш организм в период сезонных вирусных, респираторных инфекций, но и на сегодняшний день в период этой эпидемии. Рекомендовано его применять после каждого приема пищи, ну и особенно на сегодняшний день это в период сезонных таких эпидемиологических, неблагоприятных временных характеристиках. Применяется очень просто. Одна подушечка по требованию, то есть вы ее жуете, при этом еще и вырабатывается слюна, то есть стимулируется выработка соков, и поэтому еще и идет обезвреживание ротовой полости. Вот, пожалуй, такие на сегодня, ну мне кажется, что приятные новости. Новое время, новые люди, новые возможности. Время, когда у людей появилось самое ценное. Это время. Слушать, слышать, думать и принимать решения. Используйте этот шанс и подарите его, самое главное, другим. Рассказывайте людям о продуктах пчеловодства. Делитесь этой информацией. Не берите на себя решение о чьем-то выборе. Кто захочет, тот услышит. Кто услышал, тот закажет. Кто приобретет, тот поделится информацией дальше о своем здоровье. И о самом главном. О том, как уберечь себя и своих близких с продуктами симптуриум. Я вас всех люблю. До встречи. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.